Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Александр Печуев. И сегодня, по просьбе подписчиков, я хочу вам показать расшифровку колдовского. Многие называют его руническим алфавитом, ведьмином алфавитом, колдовским алфавитом. Но так-то он, согласно книге, допустим, Папюса, в нем перевода нет, перевод только мой. Я только дам вкратце перевод. Полностью информацию я не буду давать. Я не доверяю интернету, и так как с воровством столкнулся много раз. Вот он у нас является, да, то есть это Гонориусом, алфавит из ОИ. Встречается здесь, да, чаще он ведьмин алфавит называется. Значения его нету, но он только в магических кругах значение имеет. То есть не только зашифровка тупая, да, просто тупо зашифровывая, там какое-то заклинание, а чаще он иметь должен правило значения каждой буквы, магическое, в талисманах ведьминых и так далее. Я дам вкратце информацию, полную информацию я давать не буду, так как не доверяю интернету вообще. Сколько давал я расшифровки разных славянских рун, алфавитов, это все превратилось в бизнес для людей, и люди тупо зарабатывают на моем труде. Потом меня называют мошенниками. Нет уж, больше не пройдет. Приступим. Вкратце даю информацию, полную информацию не даю. Первое, вот он, вот он ряд, алфавит, это английское значение, красным цветом это алфавит. Первое, буква или руна, это чаще всего рост, деньги, убирание преград, допустим, разных препятствий. Ну, конечно, медленное такое изменение, но изменение есть. И радость, определенная эйфория. Второе, вторая буква. Это чаще определенный объект, человек или вещь, или дом, допустим, да, то есть это центр притяжения, воздействие на определенный центр или на определенного человека. Также он представляет собой получить наследство, подарок, допустим, и определенные дела. То есть, можно дела с имуществом или дела с объектом, допустим, определенным. Ну, тоже как бы определенное влияет на психику и на характер. И на качество характера, так сказать. Так, следующая буква, третья. Это у нас чаще помогать добиться чего хотите, любой цели, убрать все беды, то есть быстро, моментально, чтобы они убрались с вашего пути. Дальше он чаще действует как от тревог, тоже эмоционально и психически. Следующая, вот она буква. Так, следующая. Это у нас гида. Так. Чаще обостряет интуицию, улучшает важные дела. Чаще это обозначает женский пол, то есть женская буква. Также улучшает память, творчество, успех дает, дает трудягам чаще пользу, людям, которые трудятся на работе и так далее. Дальше Е у нас. Е. Это у нас чаще всего такая двухсторонняя буква, она как бы называется неваляшка, по сути ее называем. Мы ее в Ковине называем неваляшкой, когда я переведу для них. Так, чаще он дает как бы тоже полезные общения для людей, допустим, как вызов, чтобы общаться, начать с человеком, да, помогает. Ну, иногда тупики тоже создают жизни и проблемы с людьми. То есть двухсторонняя такая неваляшечка. Дальше Ф у нас. Ф это у нас чаще всего тоже движение, развитие, успех. То есть причем в кратчайшие сроки, то есть ускоритель такой. Так, Г у нас дальше. Так, Г это чаще обозначает семья, плодение, размножение, символ, то есть завести детей, допустим, да, то есть быт и так далее. Так, Ш дальше у нас вот. Это у нас чаще всего тоже как бы успех и рост денег дает, но чаще всего в ускоренном типе. Чаще это мужской символ, то есть там женский мужской символ, да. Поэтому, то есть вот Ш, мужской символ, да, у нас вот он. Чаще это обозначение мужчины, чаще всего чем-то похоже на Манас. Но это не Манас, близко, не родня, вообще разное. Но у него есть, конечно же, и негативные обстоятельства, то есть разборки, суд, решения проблемки, стены, точки и так далее. Чаще он раскрывает смысл жизни, бывает. Дальше. И вот она. Так, и приближаем. Так, вот так, наверное, и надо. Так, и это чаще всего тоже фарт огромный, магическая сила, борьба с врагами, расчет полный. Полная логика, чистая логика, то есть полная логика во всех делах, только логическое мышление. Ну, так же успех в делах дает, особенно в здоровье. Дальше. Вот это у нас буквально. Так, это у нас чаще защита дает, открывает новые планы, новые возможности и так далее. Дальше. То есть я вкратце даю информацию, что не хватило на видео еще. Так. Это у нас открытие тайм, ясновидение, предвидение, допустим, предвидеть расчет врага. Также он работает как откат, магический откат, вернуть все к истиной точке. То есть, допустим, вернуть прошлое, что-то там из прошлого вытащить. И также большая прибыль иногда. Л. Вот она у нас. Ну, я даю краткую информацию. Распределение по камням и всем это тоже мы не будем. Так. Л. Это у нас тоже защитные функции, защитные энергии, именно божественные иногда. Чаще. То есть, это направление и объяснение от высших сил, что вы правильно все делаете, допустим, правильно, неправильно. То есть, подсказки такие будете получать. То есть, все тоже улучшает. Заживают все раны, то есть, заживление, медицинское такое средство хорошее, да. Чаще всего иногда тормозит процессы, чтобы человек смог подумать, так сказать, мозги свои включить, правильно ли он еще делает. М. Так, М это у нас чаще, ну, это как бы награда, заслуженные награды там валит вам на жизнь. Иногда притягивает и незаслуженные. Также он решает проблему многие, юридические и многие связаны с разборками, если вы не можете к правильному решению прийти. То есть, как гадательная такая функция. Также, если что-то у вас украли, она все возвращает. То есть, сила такой закона, справедливости и определенной такой руки выше силы. Дальше у нас Н тут. Н. Это у нас чаще тупик, все останавливает, полное торможение. То есть, все останавливает, замораживает, фиксирует. Иногда, кстати, доходит до такой стадии, что просто умерцвляет. Ну, бывает такое. Дальше у нас. Вот она. Это у нас чаще лишает всего. Развал полный тоже делает иногда. То есть, разрушает полностью по всем фронтам. Негативное влияние, порча. То есть, имущество чаще портит объекта. Оно иногда психические заболевания создает. Дальше П у нас. Вот. Это чаще всего. Так, П. Это тоже негативное влияние. Разруха полная всего и вся. Ну и чаще еще помогает выявить врагов. Или наоборот, нафаскать врагов на кого-то. Или на вас, допустим. Ну, также помогает выходить в сны. Работа с магией сна. Неджик Ку у нас. Вот. Дальше. Это у нас чаще всего обозначение ведьмы или жреца самого. То есть, культ определенного магического центра фигура. Но иногда, кстати, дает эйфорию. Такой прилив энергии. То есть, можно даже сексуальной магии использовать. Ну, физический успех. Физика. То есть, рост мышц и так далее. Тоже помогает как бы. Дальше у нас эр. Вот она. Эр. Это чаще всего чары создает. Такие магические намороки. Тоже дает удачу и благо. Но за счет иногда других людей. То есть, как стяг такой как бы. Тоже создает. Помогает в ритуалах. В любви. В дружбе. Приворота. В браках. Тоже деньги. Иногда спасает от тюрьмы. Так, следующее. Эс у нас. Эс это у нас чаще всего энергия власти. Дает здоровье тоже как бы. Но иногда такая огненная стихия. И последствия бывают, конечно, так сказать. Обжигает у нас есть огонь или солнечный. И есть, конечно же, вредит, допустим. Но у него есть как бы тоже творческий порыв. Выход из проблем. Тоже улучшает, усиливает иммунитет. Так, Т у нас следующее. Т это у нас духовный поиск. Чаще человек, который не знает, чем ему заниматься вообще-то магически, то можно использовать как талисман. Вот. Ну, на металлах и камнях я не буду тут слишком говорить об этом. Дальше. Помогает добиться в делах успеха. Там переговоры, допустим. Юридические дела. Само то. Вот это Т. Дальше. Ну, чаще всего такого двоякое значение. А то желтое, как на весы, чем-то похоже. У следующее у нас. А вот эти буквы я не буду называть. Вот. У нас следующее. Ну, это чаще всего тоже дает мудрость, опыт, такую осознанность. То есть, человек уже опытный маг, опытный специалист, поток сил, информационный поток тоже дает, как бы такой. Ну, чаще всего и хватит пока. Слишком много не буду тут раскрываться. Так, сразу до икса дойдем. Вот эти я не буду называть. Так, вкратце информация идет у нас, да. Дальше. Икс у нас. Ну, по моим даже наблюдениям, опытом в Ковине, икс чаще всего, я и говорю, очень странное значение имеет такое, мутненькое. Чаще всего это сила такая темная, магическая. И, так сказать, для темных ведьм, которые некротикой занимаются, некромантией, местью чаще. Ну, и даже имеет вторую сторону, такую добрую и силу, удачу, успеха. Даже такой выигрыш и защита. Дальше. Следующая у нас буква, вот она. Это у нас чаще значение. Чаще всего, я и говорю, у него скрытая тоже сила. Чаще агрессивная. Но причем у этой буквы сила агрессивная со стороны конкуренции. То есть, если, допустим, человек против вас какой-то, то будут, конечно, проблемы у него. То есть, допустим, объясню. Если, допустим, он в качестве защиты стоит, вот эта буква, то будет агрессивная защита. То есть, она чаще будет всех окружающих обливать грязью, вредить и кровососить их, и уничтожать. То есть, вот как она будет работать. То есть, за счет всех. Но негативное тоже, я говорю, значение. Чаще свирепость, агрессия. Тоже такая животная, такой инстинкт. Но чаще повышает для повышения силы. Допустим, я его часто использовал. Следующая. Ну, есть еще одна. Но, как говорится, они чаще используются без обозначения. Последняя я не буду, потому что это знак смерти. Буква мы не будем ее изучать. Ее чаще и в обычных алфавитах нет. Так, Зе у нас. Это приплод. Чаще тоже богатство. Рост дел. Но иногда рост растений. То есть, рост растений. Именно те, которые вянут и подыхают. И, допустим, у вас энергетика такая, что растения не растут. Вот сама то. Эта руна применяется. Или буква для таких дел. Ну, что ж. Вкратце я дал информацию. Всем удачи, успеха. С вами был Александр Пичев. Делитесь в сети видео. Ставьте лайки, антилайки. Подписывайтесь на канал. Будет много чего интересно. Всем удачи. С вами был Александр Пичев. Удачи.